Добрый вечер. 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 Ну и различные варианты ферментопатии, хотя бы хронический панкреатит, который имеет, конечно, при обострении сложность усвоения пристиночного пищеварения. Оценка функциональности печени, то есть наличие гепатитов, хронические болезни печени. Как все мы прекрасно понимаем, что печень – это основной орган, который отвечает за белковую синтетическую функцию, и поэтому оценка ее функциональности, конечно, несет большой критерий для оценки белковой квоты. Пищевой статус – здесь все несложно. Режим питания, то есть интервал в еде, спросить пациента, как он ест, сколько он раз в день употребляет пищу, какие интервалы в еде. Это очень важно для того, чтобы оценить и вовремя скорректировать, потому что при четком режиме питания, даже не усвояемость, а, во-первых, приверженность пациента к еде, к тому, что это очень важно, конечно, имеет большое значение. Предикторы, которые могут развить нежелательные явления со стороны желудочечного тракта, следующие. То есть при диарее очень важно понимать, что хронический панкреатит может создать условия для, особенно с внешней секреторной недостаточностью, которым может создать условия диареи. Наличие основных видов энтеропатии, то, что мы сегодня говорили. Исключение синдрома избыточного бактериального роста, то, что пациенты часто жалуются на постоянное газообразование, вздутие, нарушение стула, это уже, в принципе, является таким симптомом и критериями для постановки такого диагноза. И желчнокаменная болезнь, отсутствие желчного пузыря, развитие постхолецистоктомического синдрома. У таких пациентов очень часто развивается хологенная диарея, когда желчность стимулирует, раздражая слизистую тонкой кишки и формируется такая очень сложно управляемая диарея, которая требует, конечно, коррекции. Потому что любой диарея несет и снижение веса, то есть такой возникает порочный круг. Снижение веса изначально, индекс массы тела, мы уже об этом говорили, но повторяюсь много раз, чтобы так хорошо запомнилось, индекс массы тела меньше 19 и потери веса по процентам. Ограниченный рацион по белковой квоте, спросить, конечно, в идеале, хотя сложно, конечно, у нас было 3, когда большой поток пациентов, у химиотерапевтов, практически нет времени на эти вопросы, но тем не менее это важно, хотя бы дать домашнее задание пациенту, чтобы он написал, какие у него белковые продукты есть в рационе, и для этого немножко оценить такой сбор бищевого анамнеза. Низкий калораж, когда менее 25 ккал на килограмм для мужчин, меньше 20 ккал на килограмм для женщин. Ну и, соответственно, есть люди с нетрадиционным питанием, с ними, конечно, отдельная беседа, потому что пациенты, скажем, читают интернет и думают, что онкология побеждается с исключением из рациона мяса и белков животных, и, конечно же, такие пациенты попадают под нутритивную недостаточности, и тут необходима такая серьезная беседа с такими пациентами. Ну и, конечно, уровень общего белка, альбумина и лимфоцитов, наличие энтеропатии, ну и тошнота, как правило, это поражение слизистой желудочно-нишечного тракта, различные варианты гастропатии или энтеропатии, о которых мы уже говорили. Управление при возникших нарушениях, то, что мы будем сегодня более подробно говорить о снижении массы тела, то есть необходимо оценить процент, скрининг каждую неделю, то есть чтобы пациент взвешивался хотя бы дома, записывал дневник, и мы смотрели, наблюдали, как у него меняется вес, чтобы не упустить, и не, то есть чтобы пацан приходил, допустим, через неделю, он показывал вам дневник не только там по давлению, но еще по дневник его веса. Это очень важный момент. Оцелка белковой энергетической недостаточности хотя бы по двум показателям альбумина общего белка и подбор нутритивной поддержки в зависимости от нарушения нутритивной недостаточности. Диарея, значит, ну чаще всего докторам назначают лапирамид, но не всегда он спасает, потому что это экстренный препарат, симптоматический препарат, и он не дает хороших эффектов, если это диареяный синдром развился патогенетически, например, там астматическая диарея при использовании таргентной терапии, которую нужно использовать и сорбенты различного профиля, большие дозы ферментных препаратов, не меньше 25-40 тысяч за прием пищи, не надо бояться, потому что до 100 тысяч единиц за сутки поджелудочная лилизация, железа может спокойно, как говорится, потерпеть и усвоить такое количество. Ну и, соответственно, при диареином синдроме, как правило, развиваются водно-электролитные осложнения, поэтому необходима инфузионная терапия и поддержка таких пациентов. При третьей степени тяжести диарея решение вопроса о редукции дозы препарата или временной отменной препараты, но это решается консилиумом вместе с химиотерапевтом. Ну и оценка состояния питания пациента, значит, идет следующими градациями, то есть если мы смотрим, что пациент нормально питается, у него адекватный рацион, он у него не снизился, у него присутствует аппетит и нет у него отращения приным продуктом, то, соответственно, мы оставляем ему традиционное, ну, с коррекцией лечебного питания. Если мы видим, что пациент сохранено нормальное питание, но у него высокий риск недостаточности, он теряет вес на фоне его обычного рациона, то тогда ему показана активная нутриционная поддержка. И отсюда дальше идет два таких блока. Если возможно, естественно, питание, мы его усиливаем по белковой квоте, если нет, тогда оценим функционирование желудочно-черчного тракта. Если оно адекватное, то тогда используется, значит, зондовое питание, если частично он может, скажем, ну, например, пациент с опухолями головы и шеи, как правило, проблема перорального приема сиппингового питания практически невозможна, поэтому, как правило, используют зонд. Если зонд стоит больше 4-6 недель, тогда речь уже ставится вопрос о постов постановки гастростома. Ну, естественно, и частичный вариант, тогда мы используем и вену, и зондовое питание, если нет, тогда полное паранетеральное питание, если до 5 дней, то периферическое, если больше 5 дней, то центральное питание. Нутритивная поддержка может проводиться центральным паранетеральным комбинированным способом, как мы уже говорили выше. Расчет объемов нутритивной поддержки проводится с учетом показателей идеальной массы тела. Ну, и в среднем это является таким образом. Белок от 1,5 до 2,5 грамм на килограмм в сутки. Но это очень общие цифры, потому что все зависит от того, какая степень тяжести нутритивной недостаточности, и оценка идет уже в зависимости от потери массы и активности потери массы. Жиров от 0,5 до 1,5 грамм на килограмм в сутки и глюкоза от 2 до 6 грамм. На традиционные последствия радикальной резекции органов пищеварительного тракта отдельно я остановился на этом вопросе, потому что послеоперативное время пациентов, оно, конечно, сказывается на различных вариантах осложнений таких пациентов. Если, особенно вот обращая внимание на резекцию желудка, на которых у пациентов формируется достаточно часто, демпинг-синдромы, и, естественно, что они попадают под риски развития различных анемий, особенно B12-дефицитной анемии. Очень важно пациенту написать в заключении или в выписном эпикризе, где обязательно должна быть оценка через 3 месяца, хотя бы через 6 месяцев оценки ферритина, железо-сывороточного, оценка белка, общего белка альбумина и B12-фолиевой кислотой. Потому что, как правило, через этот срок у таких пациентов развивается дефицит этих состояний, которые необходимо вовремя корректировать. Соответственно, синдром короткой кишки, где нарушается всасывание глюкозы, жиров, белков, фолиевой кислоты. Если происходит резекция воздушной кишки, такие пациенты попадают под высокий риск развития дефицита витамина B12 и желчной кислоты. Развивается очень часто хологенная диарея, о которой мы говорили выше. И если удалена тощая подвздошная кишка, то, как правило, всегда формируется синдром малиоабсорбции, нарушение всасывания, особенно белков и жиров. Различные варианты. Очень много на рынке сейчас нутритивной поддержки различных фирм. Я остановлюсь на компании «Натриция», которая достаточно большая линейка сопроводительной терапии. И здесь представлены два варианта, где используют пероральное сиппинговое питание, которое часто очень используют, и зондовое питание или гастростомы, где проводится комбинация нутризона. Например, как выбрать специализированное питание, такая общая здесь градация этих показателей, где мы видим, что если невозможность принимать достаточный объем пищи, но высокая потребность, тогда используют малые объемы сиппингового частичного питания, хотя бы одна или две бутылочки в день. Пить необходимо, становится очень важно на этом моменте, что нельзя залпом выпивать эту бутылочку, как йогурт питьевой, а необходимо использовать трубочку, которая обычно применима к этим бутылочкам, и пить постепенно, медленно, желательно, чтобы он был теплый, этот продукт, и чтобы этот компонент хорошо усваивался, потому что часто очень на пациент делают такие ошибки, достаточно простые. При мукозитах используют питание, обогащенное омега-3-полиненасичными жирными кислотами, которые обладают очень хорошей противовоспалительной активностью слизистых. При нарушении стула используют питание с пищевыми волокнами, если проблемы связаны с затруднением стула с запорами, тогда используют нерастворимый пищевый волокн, но если у пациентов наоборот формируется, то назначается нутритинное питание с пищевыми волокнами легко растворимыми. Ну и при использовании различных вкусов, в зависимости от влияния и тошноты, нарушения вкуса, есть и кислые, есть и нейтральные, то есть разнообразная линейка. И, соответственно, это варианты уже для зонного питания и питания через гастростому. Мы используем достаточно часто нутризонный пиктисурб на этапе энтеропатии, особенно у кого резко понижена способность усвоения нутриентов. Синдром короткой кишки, свыраженный ферментопатии. Эта смесь считается олигомерной, то есть те белки, которые сразу напрямую усваиваются без необходимого расщепления и дают условия повышения, скажем, снижения рисков нуритивной недостаточности. Ну и у пациентов есть еще метаболически направленные смеси, например, как нутризон диазон, где используют пациентов с сахарным диабетом. И также питание, где содержится большое содержание белка и умеренная энергия, где белковая квота очень низкая у пациентов или низкий, допустим, уровень альбумина. Ну и заключительная рекомендация при противопахотерапии, подытоживая такой, скажем, нутритивный статус, то есть использование высокобелкового питания сиппинга является более предпочтительным, потому что, как правило, такие пациенты попадают под риски низкого белка. Предпочтительно используют нейтральное питание, обогащенное фармаконутриентами, омега-3 жирными кислотами, антиоксидантами, глутамин при пробиотике, те вещества, которые обладают активным противовоспалительным компонентом. И рекомендуется использование перорально-нэтрального питания для профилактики, потери массы тела, соблюдения плана лечения, то есть, как правило, все равно таких пациентов желательно сопровождать и создавать для них условия. Ну и, конечно же, большинство больных нуждается в продолжении нутритивной поддержки на облаторном этапе. Спасибо за внимание. Спасибо за внимание.